Глава Армавира Андрей Харченко поздравил ветеранов с наступающим юбилеем города. Он подчеркнул, что старшее поколение вносит большой вклад в развитие муниципалитета, потому что активно принимает участие в общественной жизни. Андрей Харченко сказал, что ему очень понравилась выставка архивных фотографий, которую ветераны подготовили к юбилею. Градоначальник решил поддержать инициативу активистов. Было приятно мне, как градоначальнику, сегодня посмотреть фотографии старого Армавира, Армавира современного, я Николаю Николаевичу и вашим соратникам предложил сделать стенд, подумая, может быть, мы тоже в этом поучаствуем, чтобы и люди старшего поколения, особенно, наверное, это больше нужно молодежи, видели Армавир современный, Армавир, как он был несколько лет назад. Наш город преображается день ото дня, и за истекший год сделано многое. Появились новые социальные объекты, отремонтированы дороги, места отдыха горожан. Благоустройство и строительство будут продолжены. Знаете, что уже принята стратегия развития Краснодарского края 2030-2030 год. Ну и, соответственно, Армавир должен занять свое место в этих процессах. Есть целевые показатели тех майских указов, которые озвучил президент. Они очень непростые. Это и повышение уровня жизни, и снижение смены, и многое-многое-многое, чем нужно заниматься каждый день. Мы этим обещаем, будем заниматься. Сегодня большое внимание уделяется общественной безопасности. На улицах города установлены камеры видеонаблюдения, которые помогают следить за правопорядком. Жителям предлагают поставить такие же во дворах многоэтажек. Это, прежде всего, безопасность граждан. Ну вот, провели совещание, управляющие компании, собирали старших по домам. Но что-то не очень большое желание установить, то есть обезопасить себя именно жителей. Ну, к этому относятся не очень ответственно. Сотрудники администрации Армавира попросили ветеранов посодействовать этой работе. Установка видеокамер обходится недорого, а польза огромна. Заместитель градоначальника Игорь Гуреев рассказал о реализации нацпроекта «Демография». В его рамках на Кубани работает программа «Старшее поколение». Одна из целей – увеличить продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Активное участие в этой работе примут гериатрические кабинеты. Они открылись в каждой поликлинике города. Врач-гериатор проводит первичную комплексную гериатрическую оценку пациента с заполнением комплексной гериатрической карты. Затем разрабатывает план проведения лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий. А также еще разрабатывает план психологических адаптаций и осуществляет контроль за его исполнением. В терапевтическом отделении горбольницы открыто 15 гериатрических коек. За здоровьем пожилых людей будут следить квалифицированные специалисты. Это поможет ветеранам сохранять активность до глубокой старости.